В этом видео вы увидите обзор на строительный бум духовной столицы Урала, города Верхотурье, за 2015 год. Перед нами находится Кремлевская стена, которая расположена на 26-метровом утесе. Этот уникальный историческо-культурный объект будет достроен совсем скоро, в 2015 году. Стоит отметить, что у стены будет две высокие башни. С которых любой желающий сможет просмотреть просторы нашего города. В Верхотурье восстанавливают исторический объект, дом почетных гостей, который пострадал от пожара несколько лет назад. Дом почетных гостей был построен почти 100 лет назад. К 300-летию дома Романовых. С 1975 года дом использовался как краеведческий музей. А в 2010 году он пострадал от пожара. На восстановление дома потратят 33 миллиона рублей. Теперь у нас в Верхотурье появился свой Верхотурьский царь-колокол. Уральские мастера из города Каменска-Уральска специально для Верхотурья отлили огромный 16-тонный колокол. Сейчас колокол находится в Верхотурье на территории Свято-Николаевского мужского монастыря. Звук колокола слышно за 10 километров, а в безветренную погоду за 15 километров. Рядом с восточной стеной Кремля построили вот такое вот помещение, в котором, возможно, будет кафе, сделанное по старину. Сейчас внутри ведутся отделочные работы. Задняя часть помещения. Мы переходим к еще одному культурно-историческому памятнику. Это Верхотурский железнодорожный вокзал. Он будет отреставрирован примерно за 66 миллионов рублей. Верхотурский вокзал был построен в 1903 году. Ему более 100 лет. Он является историческим памятником духовной столицы Урала, Верхотурья. Поэтому никто его сносить не будет. Его только отреставируют. Если верить СМИ, то на реставрацию железнодорожного вокзала потратят около 66 миллионов рублей. 6 миллионов рублей уйдут на подготовительные работы. 12 миллионов рублей должны уйти на реставрацию площади ЖД вокзала. На реконструкцию пассажирских посадочных платформ потратят 6 миллионов рублей. И на реконструкцию самого ЖД вокзала потратят 42 миллиона рублей. Работа кипит полным ходом. Перед нами происходит строительство трехэтажного детского садика на 300 мест. Уже в этом году, в 2015-м, его должны сдать в эксплуатацию. В данный момент происходит строительство двух трехэтажных домов. Один дом строится по специальной программе, которая заключается в переселении людей из аварийного жилья в новое жилье. А второй дом строится специально для детей-сирот. На этом все. Большое спасибо за внимание. Мы всегда будем рады видеть вас у нас в гостях. Храни вас Господь Бог.